В истории русской и советской литературы принято говорить о том, что вот незадача. Ведь Абериуты и Хармс, конечно, в первую очередь опередили Запад в создании такого явления, как абсурдизм, на много-много лет. Ведь начали-то они во второй половине 20-х годов. Начали раньше, но так вот разошлись, уже раскрутились, развинтили себя. А театр абсурда в неком классическом варианте Сэмюэл Беккетт и Жан Нианеско, Артюр Адамов. Всё это возникает уже после Второй мировой войны. Вот, мол, насколько опередили. Всё это и так, конечно, и не так, потому что традиции, которые используются Абериутами, они, конечно, идут и от французских дадаистов, уж тогда они, может быть, первыми ступили на эту стезию абсурда. А с другой стороны, всё тянется и к русским футуристам, и, конечно же, к Велимиру Хлебникову. Одна из статей, неопубликованных, потому что об Абериутах особенно писать было не принято, поскольку очень быстро это течение было признано реакционным, но мы об этом ещё поговорим. И Хармс-то сначала угодит в ссылку, а потом и в тюрьму, где и умрёт, в конце концов. А примерно та же судьба с вариантами «Постигнуты всех его друзей». Поэтому статья не была опубликована, но в этой статье была такая простая мысль, что надо было как-то подвести итог, что такое Абериута. Надо написать одну фамилию – Хлебников. И, конечно, Хармс с Хлебниковым очень многое роднит. Это и такое осознанное постижение того, что называлось «заумью» и «заумными стихами». Это, конечно, и ритмика, это, конечно, и очень глубокий интерес к тайнам мироздания. Ведь мы говорили в прошлой передаче, «Идите, остановите прогресс». Авангард считается прогрессивным течением. Но вот эти были странные авангардисты, потому что, с одной стороны, Хармс был человеком глубоко верующим, глубоко православным. Достаточно почитать его записные книжки. Записные книжки – это постоянный разговор с Богом. Всё построено на молитвах. Я уж не говорю о том, что целый ряд художественных его произведений созданы в жанре молитвы. Молитва такой странной, своеобразной, но всё же. С другой стороны, на протяжении жизни он интересуется и старшими арканами Тарои, Каббалой, и оккультизмом, и буддизмом. Занимается йогой. Он чем только не занимается. Он пишет трактаты о числе. Он занимается гематрией. Гематрия – это одна из так называемых весёлых или священных наук, которые устанавливают соответствие между буквой и её числовым значением. Вот всем этим Хармс интересуется. Слово «интересуется» – это не то, что он этим живёт, а он этим болен. Он этим болен. И его, так же, как и Хлебникова, интересует такая возможность. А ведь слово изначально воздействовало на реальность в весёлых, священных науках в истории человечества. А нет ли возможности таким образом начать обращаться со словом, а шире и с жестом, а шире и с поведением, а шире и с тем, что называется, бытовой фантастикой, чтобы, ну, как бы сказать, высвободить определённые силы. Высвободить определённые силы. И вот высвобождением этих сил он, по сути дела, занимался всю жизнь. И вот был такой друг у него, Леонид Липавский. Леонид Липавский создал такую теорию вестников, словечко, оно так задержалось. Ну, в двух словах, если и вульгаризируя, конечно, эту теорию, она примерно такая. Есть соседний мир. Соседний мир – это не просто параллельный мир, он расположен там же, где и наш. И он совпадает с тем, чтобы мы могли назвать воображаемую реальность, миром человеческого воображения. И вот оттуда к человеку приходят вестники. Приходят они с вестями. Эти вестники часто мимикрируют под окружающую среду. У Хармса есть произведение, где вестники неотличимы от воды. И вот как определить, где вода как вода, а где вода как некая совокупность вестников, принявших материальную форму воды. И вот эта история про то, как воображаемый мир с посылаемыми оттуда вестниками вдруг преобразует нашу жизнь, преобразует реальность, делает ее иной. И все это, все это возможно только тогда, когда возможно следующее, как говорил Хармс, я признаю только чушь. Все практическое, всякая практическая целесообразность для меня противна. Почему противна? Потому что ему практическая целесообразность, логика каждого слова и поступка создает такой мир ограниченный и тюремный. Поэтому в 20-е годы, ну тюремный в самом широком смысле этого слова, в 20-е годы русские формалисты, а в частности Виктор Борис Шкловский, создают теорию остранения от слова странный. Я позволю себе цитату привести, цитата, на мой взгляд, очень значимая. И вот, конечно, и Хармс, и его друзья, они очень-очень схватились за эти теоретические выкладки формалистов. Вот Шкловский пишет. Для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Вот здесь можно и остановиться. Значит, для того, чтобы вернуть ощущение жизни. Значит, оно потеряно, если его надо вернуть? Значит, потеряно. Почувствовать вещи. Значит, мы разучились их чувствовать? Значит, разучились. Для того, чтобы сделать камень каменным. То есть, когда мы видим камень, он для нас не каменный, для Шкловского не каменный и для всех остальных не каменный. У нас есть некий знак камня, некое представление о камне. И вот только искусство возвращает это ощущение, но возвращает определенным образом. Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание. Прием искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство – способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно. Короткий фрагмент, а сказано очень много. Итак, остранение, то есть, превращение обычного в странное – это такой способ даровать человеку видение. Хармс утверждал о неузнавании, потому что обычно мы вещи узнаем и успокаиваемся. А, это Вася, а, это стол, а, это небо, а, вот облако пропылло, вот корова прошла, вот трамвай приближается. Это все узнавание. Хармс говорил, да вы встаньте на стол в своей комнате, встаньте и со стола посмотрите вокруг. Мир изменится, мир изменится. И аберриуты утверждали, что они пытаются сообщить некую широту и долготу и объем вещам и предметам. А нужно вернуть человеку видение, чтобы он начал видеть. Не узнавать, а видеть. А для того, чтобы видеть, нужно изменить существование человека во времени. Потому что у нас же нет времени, узнавание – вещь короткая. Вася, все, здравствуй, Вася. Облако проплыл, ага, облако. Все очень быстро. Но если облако плывет странным, я включаюсь в процесс видения, я попадаю в некое время. И это одновременно время затрудненной формы. Вот для чего нужна затрудненная форма в искусстве. И тогда видение способно открыть нам не просто мир, а мир. С большой буквы. Миры. Открыт тот самый соседний мир. Тех самых вестников, о которых говорил друг Хармса Липавский. Так это звучит в теории. А вот на практике. Вот как это делает Хармс на практике. Вот его знаменитый случай. Вот я два фрагмента прочитаю. Для этого же нужно превратить все как бы осмысленное, то есть то, что мы узнаем, в чушь, которую Хармс больше всего на свете и ценит. Итак, жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос. Так что рыжим его назвали условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было. И спины у него не было. И хребта у него не было. Никаких внутренностей у него не было. Ничего не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить. вот это вот маленькое произведение какие силы высвобождены буддистам сказали что в итоге вот такая врода словесная аннигиляция ведут к освобождению пустоты как рождающего начала а хармс предпочитал говорить о чистоте вещей вот здесь он этой чистоты вещей по сути дела и добился ну и лед прекраснейший любимых под номером два случая однажды орлов объелся толченым горохом и умер на крылов узнав об этом тоже умер а спиридонов умер сам собой а жена спиридонова упала с буфета и тоже умерла а дети спиридонова утонули в пруду а бабушка спиридонова спилась пошла по дорогам а михайлов перестал причесываться и заболел паршой округлов нарисовал даму с кнутом в руках сошел с ума а перекрестов получил телеграфом 400 рублей так заважничал что и вытолкали со службы хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу вот этот вот моралистичный как бы моралистичный псевдо моралистичный финал это вот практика эта практика ну или например то что хармс делает в детских стихах но надо сказать что с детскими стихами тут особенная история его же первый раз когда его судили и приговорили сначала к трем годам я потом заменили высадкой и хармс выберет город курск и в городе курске будет одеваться также как в ленинграде а постольку поскольку в городе курске ходить вот в этих вот полосатых гетрах вот и в крагах это совсем не то же самое что ходить по невскому то в какой-то момент он будет предпочитать отсиживаться дома потому что ходить по курску опасно но не ходить как хармс он тоже не может он не в силах не состоянии и вот его будут судить вот знаете вот опубликовано протоколы вот советская советские силовиков о гпу страшно заинтересовала вот это стихотворение почувствовали что она классово враждебное ужасное стихотворение подрывающая основа называется иван топорышкин сегодня она во всех детских книжках и собственно говоря и при жизни хармса издавался не где-нибудь а в дед гизе в самом крупном детском издательстве иван топорышкин пошел на охоту с ним пудель пошел перепрыгнул забор иван как бревно провалился в болото а пудель в реке утонул как топор иван топорышкин пошел на охоту с ним пудель в припрыжку пошел как топор иван повалился бревном на болото а пудель в реке перепрыгнул забор иван топорышкин пошел на охоту с ним пудель в реке провалился в забор иван как бревно перепрыгнул болото а пудель в припрыжку попал на топор казалось бы какое невинное произведение веселые детям ведь нравилось Это нравилось невероятно. Но все чувствовали, что здесь есть возможность высвободить какие-то такие силы. И что значит открыть способность видения, над которой работают Хармс и его друзья? Что это очень далеко от идей социалистического строительства. Очень далеко. С детьми – это вообще история парадоксальная у Хармса. Он начал писать для детей, написал несколько книжек, поскольку нужно было зарабатывать. Маршак помог. И вот и он, и Введенский начали писать детские произведения. Взрослые это не печатали, а кушать хочется. Но детей ненавидел. Детей ненавидел люто. Во всяком случае, он играл в эту игру. И во всяком случае, точно определить, действительно ли так не любил детей Хармс, или только притворялся, мы уже не можем, поскольку вот такого рода эстетическое поведение оно же должно было охватывать всю жизнь. Но дети-то воспринимали его с восторгом. Он же ездил по школам, по детским домам. И его чтение стихов сопровождалось знаменитым номером. Он жонглировал шариками. Жонглировал шариками. Он и детским, и взрослым это показывал, и детям. И они смотрели на него с такой любовью невероятной. Говорят, один раз он где-то в лагере, ну, в пионерском, разумеется, выступал. И когда ушел Хармс, за ним пошли и все остальные. Как вот за гамельским корсалом, который играет на дудочке. И пока он шел до электрички, за ним все-все шли вот так вот и смотрели. Они видели перед собой волшебника. И вот человек, который не любил детей, он писал детские книги. И писал, может быть, лучшие детские книги, которые писали в стране в тот момент. Вот не парадокс ли? Вот не удивительные ли вещи? Конечно, удивительные. Конечно, удивительные. И со словом Хармс, ну, сразу, очень быстро, еще со школы начинает работать. Невероятно изобретательно. Вот в школе его знаменитая. Задам, позадам, задам. Ну, я не знаю, как это на слух звучит. А когда вы видите это написанным, это производит впечатление. Задам, позадам, задам. Маму привело в ужас. Ну, как, у тебя староумно? Есть какое удивительное чувство слова. Или вот ощущение такого вот бытового абсурда, который сродни гениальности. Мне очень нравится история, как он рассказывал какой-нибудь телефонный номер в Ленинграде. Все запоминались с первого раза. И я запомнил. Он говорил, 32,08, четырехозначный. Запомните очень просто. У человека 32 зуба и 8 пальцев. Не лепится? Не лепится. Чушь, которую так любил Хармс, ну, конечно, чушь. Запоминается мгновенно. Конечно, 32 зуба и 8 пальцев. Это же очевидно. Это же любому человеку понятно. И он и вокруг себя собирал таких людей. И таких людей ценил. И, может быть, самое интересное, это какая-то переписка, которая у него с Веденским, с Олейн. Как они пишут друг другу письма. Ведь почти ни слова не пишут серьезно. Там Веденский пишет Хармсу этого там в ссылке. Он сначала был в ссылке вместе с Хармсом в Курске. А потом, значит, в Волгду поехал и пишет. Представляешь себе, что поразительное. Время Волгы такое же, как Ленинград. Как две капли воды. Но ведь не отличишь. И дальше вот эта теория о том, как время похоже. Время Курское на время Ленинградское. Действительно не отличишь. Как два куска хлеба сделаны на одном хлебозаводе. А она занимает целое письмо. И Хармс в том же духе ему отвечает. И вот я, когда читаю о Хармсе, и читаю самого Хармса, я думаю, не самую длинную жизнь прожил Даниил Хармс. А вот каково это было. Вот всю жизнь так поступать, так себя вести, так писать. И вот так прожить всё. Целиком и полностью, тотально. Во всяком случае, такова легенда. А в губе этой легенды мы будем продвигаться уже в следующей программе. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok